Здравствуйте, уважаемые зрители канала Деревенская жизнь на хуторе, дневник казачки. За окном дождь, можно сказать, ливень. Интернет не грузит вообще. Хотела сейчас попасть на прямой эфир в секреты хороших урожаев. Вообще не грузит. Остаток трафика посмотреть не могу. Майл не грузит, ничего не грузит. В общем, что делать? И я решила все-таки передвинуть мебель, которая тут уже давно просилась передвинуться. Почему? Потому что ремонт этой комнаты делался давно, наверное, лет 8 назад. И, в общем, когда мы после ремонта ставили мебель, я поставила неправильно. У меня как раз вот там, где сейчас стоит вот этот шкаф, вот этот шкаф, стояла кровать. И получается, что как зайдешь, сразу койка, а вот стенка, вот этот шкафчик стоял, короче говоря, вот здесь. И я все время думала, что надо его передвинуть. И даже в этот раз, когда приезжали на праздники на 8 марта мои дети, я имею в виду моего сына и мою дочку, я взяла с сына твердое обещание, что он мне поможет переставить вот этот шкаф, как можно посекционно передвинуть на эту стенку. Но он тянул время сколько мог, потом уехал кататься. В общем, в результате, в результате мне пришлось делать это самой. Вы знаете, удивилась. Оказывается, вот эта наша современная мебель, она вообще ничего не весит, она такая легкая. И, в общем, я одна, без помощи супруга, передвинула ее просто-напросто к другой стене. Естественно, в комнате у меня сейчас полный развал. Вот эту стенку лучше вообще не показывать. А дело в том, чего мне так загорелось двигать мебель, потому что я выписала шторы, вернее, мне пришли на обзор шторы. Ну, классные, симпатичные, мне нравятся. Вместо вот этих розовых я вообще люблю вот яркие цвета. И поэтому я купила вот эти розовые шторы, которые вот висят на заднем плане, но нравятся они мне вот такое яркое пятно. Как бы я не люблю, знаете, такие серые, коричневые тона, когда вот все это сливается. На меня они уныние навевают, и поэтому я люблю что-нибудь такие яркие пятна, даже если они как бы в интерьер комнаты и не вписываются. Ну, так вот, но я, в принципе, не об этом, а о том, что время есть. Шкаф я передвинула. Мне теперь только как-то теперь надо развернуть эту кровать. Но тут, наверное, без помощи мужа не обойдешься, потому что вот эта часть, на которой я с ней сижу, по идее, это ноги. И ее к стене никак двигать нельзя, потому что там должна быть голова. А голова у меня как раз вот стоит сейчас к окну. В общем, ее как-то так вот надо развернуть, а я боюсь, что она здесь просто-напросто не впишется. Супруг мой, который валялся на полу, вот подняла я его, не знаю, куда его повесить. На самом деле, пока я все это делаю, вы не думаете, что я камеру включила для того, чтобы показать вам, как я стенку двигаю. На самом деле, я сейчас приехала с почты. Я там брала конверты, марки для того, чтобы письма отправить. Между прочим, несколько писем почта благополучно потерялась. С семенами мне придется отправлять семена второй раз. Теперь я уже не сделаю ошибку, не отправлю их простыми письмами, а отправлю заказными. Но это, к слову, это все не то. На самом деле, я вам совсем про другое. Я на почте встретила знакомого. И когда мы стали разговаривать про зарплаты, в общем, он мне рассказал целую историю. У него сын отслужил в армии и пошел служить потом по контракту. И вот он стоит и жалуется. Представляешь, говорит, он отслужил год по контракту, а потом, говорит, бросил. И зарплата, говорит, вроде неплохая была, 30 тысяч. Но, говорит, вот не выдержал он того, что там надо жить поустам. Он, в общем, короче, никакой свободы. Пришел с армией, говорит, поехал в Москву на вахты. Говорит, и зарплата там хорошая. 60 тысяч, говорит, получал. Работал, говорит, где-то в метро. Я говорю, где в метро, чего он там делал? Говорит, ну не знаю. Ну там же, говорит, работать надо. И, в общем, он, короче говоря, с этой Москвы приехал назад. И сейчас ничего не делает, как бы работу найти не может. Такую, как он хочет. Молодежь сейчас у нас вообще не особо стремится работать. Но, в общем, меня, знаете, что, как бы, удивило то, что я начала делать выводы, какую же зарплату наши люди, как бы, ну, обычные граждане считают нормальной. Потому что тут же мы стоим на почте, там такая бешеная толпа, хотя время было уже 8 час. Я стояла долго в очередь для того, чтобы все это купить. Почта очень загружена. Причем девчонки-операторы получают небольшую зарплату. Насколько я знаю, у них зарплата 1012. У нас начальник почты получает полставки. Это 11 тысяч, при том, что, когда я туда прихожу, у них такая бешеная ответственность, наплыв вот этого вот народа. То есть бывают дни, когда они вообще вот задницу свою, извините, не могут поднять с кресла. Они постоянно вот как бы в интенсивном, вот в этом труде за 12 тысяч. И меня как бы давно уже волнует этот вопрос, вот как бы какую зарплату я сама хотела бы получать для того, чтобы, ну, наша семья жила более-менее нормально. Вы прекрасно знаете, что у нас коровы. Мы, ну, стараемся продавать молоко по клиентам. То, что сейчас я не занимаюсь так вот вплотную молочкой, потому что я переключилась на YouTube, как бы оно одно-другое компенсирует. И когда мне часто говорят, что, типа того, ты свои штаны протираешь, сидя на YouTube, я этого не отрицаю. Да, если не будет YouTube, я опять займусь коровами. Не будет коров у меня, он огород, там есть сортовые растения. В общем, как бы, ну, я уже делала видео о том, что я не кладу яйца в одну корзину. И всё равно не глядя на то, что супруг получает пенсию, как бы у нас корову, мы по осени сдаём мясо, у нас денег хватает, ну, в обрез. Если мне нужно какие-то совершить большие покупки, как вот, например, последние те же самые грядки, я к ним готовилась довольно долго. Это не просто так, я в чём-то себя урезала, но я купила грядки на огород. Просто потому, что, ну, это как средство производства. То есть, если я буду показывать огород, я хочу избежать вот этих комментариев, которые мне просто-напросто не нравятся. Я думаю, грядки мне в этом помогут. А после того, как мы приехали с почты, как раз по телевизору шли новости, и там показывали Крымский мост, говорили, что рабочие его строят, показывали рабочего. И вот он говорит, что мы строим мост, в общем, уже 5 лет. Я, говорит, здесь с самого начала, он, в общем, на каком-то там, на большой грузовой машине. Здесь, говорит, и зарплата неплохая, а зарплата 60 тысяч. То есть, человек доволен зарплатой, которая в 60 тысяч, ему, он считает, что это много. У нас многие, как бы, из нашей деревни едут на вахту в Москву. Я точно знаю, у моей знакомой сын ездил туда работать на автобусе, на рейсовом. У него тоже была зарплата 60 тысяч. У другой, моей знакомой, опять же, девчонки уехали туда же на вахту, но они сообща снимают, как бы, квартиру. И они работают в хлебопекарне. У них там целая бригада. Я не знаю их зарплат, но я точно знаю, что они деньги откладывают для того, чтобы купить квартиру у нас здесь. Несмотря на мою прическу, у меня как-то волосы сегодня неправильно лежат. Вы же знаете, что у меня волосы куврявые, вот они неправильно бывают, укладываются. Еще у одной моей знакомой также дети работают в Москве, но они парикмахеры. И точно так же они снимают квартиру, ну, как бы, стараются себя урезать. Там неплохие зарплаты. Ну, в общем, вот этот обслуживающий персонал по нашим меркам, когда они уезжают в столицу, они получают там неплохие деньги. Им хватает на эти деньги вернуться назад и здесь, в общем, купить себе какое-то жилье. Вот так вот выходит из положения, как бы, наши местные жители. С другой стороны, я прекрасно знаю, что в Москве на эти работы, наверное, никто не идет. Они считают, что зарплаты у них маленькие. Я не знаю, я просто хочу, честно говоря, просветиться. В каждом регионе хорошие зарплаты считаются, мне кажется, совершенно различные суммы. Если в столичных регионах за 60 тысяч свои местные не хотят идти работать, то приезжие за эти деньги работают вполне, и им это нравится. Если взять нашу ситуацию, вот, например, теплицы китайские, сами китайцы говорят, что им невыгодно уже выписывать китайцев, то есть рабочих китайцев, с Китая. И поэтому они выписывают таджиков, которые работают за меньшую плату, видимо, для того, чтобы они там у нас стали работать. Ну, видимо, у хозяев китайцев меньше какие-то расходы. И, в общем, они говорят, что таджики работают хорошо, но в то же время платить им надо меньше. Наши местные зарплаты, те, кто сидит, допустим, в пенсионном фонде либо в администрации, мне кажется, ну, вот обычные, как обычные, ну, я не знаю, кто они, сотрудники, мне кажется, там потолок 20 тысяч. Когда я разговариваю с теми, кто живет в Волгограде, они говорят, что зарплата в 30 тысяч сейчас считается очень хорошо. То есть вот такой разброс, а меня, знаете, не покидает мысль, что вот наш народ привык настолько жить прижимисто, как бы, и бедно, ни о чем не мечтая, ну, как бы не откладывая деньги, не мечтая, чтобы их потратить на какой-то отпуск. Если машина, покупка машины там каждые два года, это на самом деле считается большим излишеством, не от того, что у нас такой, как бы, склад характер, что мы приехали, привыкли ездить на старье, а просто потому, что у нас не хватает денег на это. Пока я делала перерыв в съемках, в общем, я подумала, что надо продемонстрировать, вам еще один палантичек, такого рисунка еще не было. Ну, ладно, это я не про то. Когда говорят, что на Западе люди живут лучше, потому что у них зарплаты больше из-за того, что они интенсивнее троятся, лично мне кажется, это полная чушь, и просто у них там уровень жизни совсем другой. Мне кажется, у них там людям в голову не придет, ну, и правительству в голову не придет, что люди могут обеспечить себя сами, как бы добывая недостающие средства к существованию, со своих собственных участков, например, сажая там картошку и выживая на этой картошке. И бедная жизнь многим ставится в такой, знаете, большой-большой плюс к их характеру. Мне кажется, вот у них такого просто не может быть по определению. Потому что, мне кажется, вот у нас, потому что нас, по-моему, настолько привыкли всячески прессовать, вот это вот сжимать, что мы, я не знаю, наверное, даже и мечтать ни о чем даже уже не способны. А когда кто-то начинает не только мечтать, но и делать, находятся такие люди, которые пытаются дать ему по башке, и сказать, сиди, сиди, не высовывайся. И я хочу задать вопрос зрителям, давайте обсудим, какая зарплата может считаться нормальной, какие потребности должна обеспечивать зарплата, какие жизненные потребности человека должна покрывать зарплата, то есть на что он вообще может и должен рассчитывать. Мне кажется, тем, на самом деле, очень интересно. Хорошо бы ее обсудить. Ну, теперь всем пока. Я пойду посмотрю, не загрузился ли у меня интернет, и попробую смонтировать вам очередную болталку. Спасибо.